Так, мы... Мы продолжаем... Мы продолжаем комментировать вторую игру, или первую, не знаю, неважно. В общем, вторая игра. Hellraiser's выиграли первую карту, сейчас будет вторая Bootcamp X, это уже выбор Hellraiser's, наша домашняя карта. Вот, и насчёт три мы с вербой начинаем. Первая. Раз, два, три. Так, пошёл отчёт. Поехали. Пошёл отчёт, да. Все пожелали всем удачи. И игра начинается. Значит, с состава у нас остались все те же. Хотя тут смотрим... Не-не-не-не, за три, бар играем. Тихо нету. И полукса нету. А у меня к тебе вопрос, почему тут играют пять на четыре? Ха-ха. Это очень... ВТФ. Так что тут опять сейчас походу будет. Ла-ла-ла. Да сейчас... А, видимо, Поликс Поликса вывела. Или будет продолжаться. Да, у него с помощью такого проблем нету. Да-да. Да, сейчас АГ пауза опять. Ещё раз АГ пауза. Так, давай я сейчас... Давай, ладно, не мотать. Давай уже подождём, когда там будет АГ старт. А не-не-не, подожди, может, сейчас игра будет продолжаться. Да-да-да, я же говорю, не будем мотать. Пока что, по сути, ничего говорить особо не будем. Уже тут рассказывать просто нечего пока что. Хотя можем рассказать, что мы можем рассказать. Кто такой Барри, например, Хитокири? Люди ж не знают, кто у нас с командой. Барри, Барри крутой чувак, ты с ним пиво там. Да, это такая ситуация смешная случилась, что я переехал два года назад жить в Германию и у нас в команде появился игрок Барри. И он оказался немцем, который живёт вообще рядом со мной, так что я с ним даже пивко ходил пить. Прикольный чувак. Вот, ну... Вот, сколько ему там, наверное, где-то так, 22 ему, не знаю, примерно лет. Неважно. Значит, я не понимаю. Ага, Верба, игра уже началась, я так понимаю. Игра. Тут что-то непонятно. Видишь, один игрок ушёл в Spectate. Ты спрашиваешь 5 на 5. Вот. Я же думал, это Бигнесс будет играть. А, Алекс пишет, гейм. Ну, походу, все забили, короче. Игра. Игра что-то непонятно. Будет, а Гастард не будет? Видимо, это уже игра. Ну, тогда, ладно, раз игра, значит, счёт уже... Нет, или не игра, я что-то не пойму. Аликс. Заспанно. На рассыпе убивают. Нет, его убивают. А, нет, нет. Магнум. Непонятно. Значит, ладно, друзья, друзья, я думаю, что это уже игра. Счёт 7-5 в пользу Hellraiser. Вот. Аликс потихонечку, потихонечку всё делает. Герба, расскажи нам про нашу тактикум на Буткемпиксе. На Буткемпиксе? Да, раскрыли карты. Почему вообще, почему мы выбрали эту карту, потому что, по-моему, основоположителем этого был ты, идеи, взять эту карту. Раньше, если кто-нибудь помнит, у нас домашняя была West Village 2. Да. Мы там играли, всем она нравилась. Но такого результата хорошего не было. И как-то на каком-то капе, когда игрались рандомные карты, нам попался Буткемпикс, и мы играли против SC, Shadow Company Clan. Играл Син, ещё пару неплохих игроков, и мы показали хороший результат. Я обратил внимание, что на больших картах Большая играет всё-таки неплохо. Лучше, чем на маленьких. Ну, смотря какие-то, я думаю, Crossfire всё-таки в это не входит. Crossfire мы все хорошо играем. Да, но на Буткемпиксе мы играем ещё лучше. Согласен, тут пространство для всех. И поэтому мы решили попробовать, поставили её. Всех это устроило. Ну, большинство, по крайней мере, это точно. Да, я... И до сих пор играем. Да, уже это сколько, получается? Третий или больше? С какого сезона мы начали играть? Ты не помнишь? Не знаю, не помню. Мы хотели Добо поставить, но Добо не одобрила... Не одобрили, короче, админы эту карту. Да, и мы поэтому взяли Буткемпикс. Мы хотели Home Vault взять ещё. Да, я помню, ты как-то один раз так отжёг против Пиморса, что там, ого, ого, статистика была, что-то 20 на 0 или как-то, я не помню. Гигантская статика. 25 на 5. Да нет, там... Не то, что играли, да, Тефф, Гримар, Страйк. Очень хорошо сыграл тогда. Все сильные, не посевал, и мы их сделали на 3 фрага. Так, ладненько, давай будем смотреть, что в игре. Уже 15-ая минута матча, мы ведём. У Алекс, я смотрю, тут всех за собой тащит. Статистика уже 8-3. Вот, Хитокири что-то пытается. Ты у нас пока что якорь в этой игре. Пока что. Да я жёсткий якорь, это так. Ну, я вижу лошадь. И ничего не изменится. Посмотрим. Ой, Алекс, хороший, очень хороший прострел такой неожиданный. Убивает он Викинга. Кенша тут писает попросики, ему что-то не нравится, я смотрю. Алекс подлетает, не попадает с арбалета, зато Драбаган у него очень хороший. С Драбаган. Да, он просто изничтожил соперников. Шмяк, арбуз, всё. Соперник был недоволен этим. О-о-о, Викинг, всё, минус наших 2. Очень такой, видишь, веский счёт опять 16-14. Так что, Алекс отец запукал соперником. Ну, я видел ещё, у меня, пинг-7, 90-м, у меня конкретно лаги. Ну, это ещё зависит, действительно, от провайдеров. Пристать. Смотри, да, ты вообще небольшой, что у нас играл в Израиле. А, точно, точно, да, видишь, он, прыгает через день в два раза. Угу, я помню, это страшный пинг. Смотри, тут Street Fighter-то поджимают нас. Что, что, 19-17 счёт какой-то. Не видно такого явного преимущества. Да, блист, блист. Аликс подкрысел, кинул рокет, не убил. Ну, смотри, потому что из-за письма играет только Алекс, больше никого. Из наших или что-то? Ты не играл, ни в Шеке, ни в Максе, никого нет. Ну, ты же понимаешь, как бы, к сожалению, это уже вошло в моду, так как АГ на то время, да и вообще не столь популярно, как КС. Тут и моральные принципы, и интересы, и всё остальное, тут совсем другое. Вот, кому хочется, кому и хочется. Но я думаю, что мы поднимем это дело. Есть люди, энтузиасты, которые помогают нам в этом. Есть люди, энтузиасты, которые помогают нам в этом. Да, там, крови было нормально, так. Смотри, 23-23, уже тут именно... Называется Алекс против Street Fighter, кто же выиграет? Один против всех. Да, один против всех. Все против одного. Так всё же, да. Что у нас тут Гайлига? Что тут? В спектейторах у нас немчики пишут, с кем общаются, с кем-то. Ну, а учащих писать, с кем-то. Гугл, а, гугл. Гугл ультра, тут смотри, фан ультра. Что он написал? О, я уже не видел Гайлиг, гляд, штанг. Ну, знаешь, верба, я даже не знаю точно, что это значит. Поэтому я не хочу ничего не такого сказать. А там на самом деле, ой, прострел. Какой же прострел. И диспар отвечает, я думаю, прострелом. На самом деле, насчёт немецкого верба, у немцев, как сказать, есть, во-первых, у них тут очень много своих приколов, типа сленгов, потому что тут 16... Ну да, диспар. Да, вот. Деление, как бы, ну, я расскажу зрителям, 16 делений страны. В каждой стране там свой какой-нибудь прикольчик, сленг. И тем более, если ты общаешься, например, с каким-нибудь старичком, он говорит, знаешь, нормальным, правильным немецким, вот, и так далее. То есть ты его понять можешь. Но молодёжь общается на каком-то своём сленге, который они действительно сами, знаешь, апгрейдили. И их понять там, ну, бывает очень трудный их смысл. Ну, так же, как и мы в русском, да. Яд там реакция. Ну, какой человек поймёт, который учил русский, что ты яд будешь говорить в плане классно, там, что-то в этом роде. Ну да. Ну, а так же и немцы. Так, тем временем, смотри, 29-27. А что он покрылся? Да-да-да, смотри, опять он подходит сзади. Сострелял он ультру. Корот, хороший. Ну да, Алекс, тащит команду. О, Вербай, ты убил. Я убил, это случилось. Да, Викинг убивает Барин. Алекс ждёт арморов. Вербай ещё убивает Диспар, Хитокири убивает Магнума. Диспар отвечает, убивая Хитокири. И Алекс против двоих. Тут очень-очень сложно убивает одного. И второй. Хорош! Ты чё, вообще расписан. Третий, третий, смотри, появился рядом. Нет, не удалось. Он появляется на бридже, кидает рокет. Коцает, подстволка. Его всё равно смотрят со всех сторон. Барри убивает двух с арбалета. Хорош, хорош, смотри уже. Вот, чуть-чуть, буквально пару секунд и уже 10 фрагов отрыв. Молодцы, молодцы, пошли в отрыв. Это нам и нужно. Верба, давай. Убивает Викинга. Алекс получает Магнума, Верба убивает Диспар. Вот, блин, я нормально, вроде, писал там чё. Да, 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 смотри, у тебя уже статистика там. Ну, не такой же ты якорь, видишь, уже один плюс у тебя. Статистики. Да, плюс один статистика, это не ноль, это уже и не минус. Вон, смотри, а Алекс тут крошит 20 на 10. Unstoppable просто. Просто unstoppable. Фух, что-то я аж вспотел, комментируя немножечко. Тут у меня тут жарко очень в квартире. Вон в спектэтерах пишет, что очень-очень медленная игра.